Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. В конце апреля профессиональный праздник у трех с половиной тысяч наших земляков. Их профессия входит в топ-10 самых стрессовых, но при этом остается одной из самых благородных. Речь идет о скорой медицинской помощи. Чем живет эта служба сегодня, как на ней отразились преобразования последних лет и какие изменения ждут в ближайшее время, спросим у заместителя главного врача Барнаульской станции скорой помощи Евгения Золинского. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Ну вот, готовясь к интервью, отметила для себя аналогию между работой на телевидении и на скорой помощи. Постоянное напряжение, дефицит времени, работа в выходные дни. Только у вас еще и накануне редко человеческая жизнь. Вот скажите, вообще кадровая проблема для вас остается актуальной? Вам хватает людей? Вы знаете, то есть кадровая проблема, конечно, есть. Если говорить о станции скорой медицинской помощи города Барнаула, то в данный момент мы нуждаемся в специалистов во врачах, то есть специалистов с высшим образованием. Если говорить по краю, то там, конечно, есть большая нужда в специалистов со средним медицинским образованием. То есть кадровая проблема имеется, но она решается. То есть мы регулярно работаем с нашим молодым подрастающим поколением врачей, выступаем. Молодежь приходит? Да, молодежь приходит. У нас в этом году и в том было очень большое поступление молодых фельдшеров. То есть мы фактически средними медицинскими работниками станции скорой медицинской помощи города Барнаула укомплектовались. То есть у нас есть небольшой дефицит, но он небольшой. А вот какие основные требования предъявляются сегодня к работникам и к службе скорой помощи в целом? Если говорить о службе скорой медицинской помощи в целом, то, конечно, наше население в первую очередь, я думаю, интересует время доезда бригад скорой медицинской помощи. Потому что то, как быстро к тебе приедет бригада и насколько качественно они окажут тебе медицинскую помощь, то есть это очень важно. Ну вот за сколько должны приехать? Если вызов в экстренной форме, то скорая медицинская помощь должна доехать до пациента в течение 20 минут. Если вызов неотложный, то в течение двух часов. Тут еще разобраться надо экстренной, неотложной помощи, да? В чем разница? Да, то есть у нас на станции принят алгоритм приема вызовов. Когда человек звонит по телефону 03, он попадает на фельдшера по приему вызовов и согласно этому алгоритму, то есть его ответом, формируется повод для вызова. Они бывают неотложные и экстренные. И в зависимости от того, какой это повод, то есть направляется либо соответствующая бригада, ну и соответственно время ожидания будет разное на эти вызова. Вот скажите, всегда ли объективно удается отвечать нормативам, ну тем же временным? Да, у нас помимо вот этого временного норматива, который я сказал, существует норматив доли вызовов с доездом до 20 минут. Он установлен в прошлом году на уровне 92%, то есть независимо от того, какой этот вызов экстренный или неотложный, 92% вызовов должны быть обслужены до 20 минут доезда. Мы выполнили этот показатель и перевыполнили даже его немного. То есть несмотря на пробки, несмотря ни на что удается выдержать это время? Конечно, с каждым годом это делать все тяжелее, но мы стараемся, то есть для этого мы мобилизуем все свои резервы, сотрудничаем активно с различными службами, то есть и пока нам удается выполнить этот показатель. А вот скажите, многочисленные преобразования последних лет вашей службы, вот на ваш взгляд, это все-таки благо или есть моменты, которыми вы недоволены? Нет, я считаю преобразования, которые коснулись конкретно нашей службы, это агломерация, которая началась в 2015 году. То есть к нам были присоединены медицинские службы города Новоалтайска, Первомайского района, значит и сейчас у нас под оперативным управлением бригады скорой медицинской помощи Павловского района. Вот это объединение под, скажем так, единой крышей, то есть у нас один оперативный отдел, куда стекаются вызова из этих трех районов, то есть мы имеем сейчас возможность отдавать вызова напрямую бригадам, то есть это централизованное управление. Это позволило сократить время доезда, увеличило взаимозаменяемость бригад. Вот, плюсов очень много. Вот время от времени на разном уровне в стране звучит информация о том, что скорая медицинская помощь может быть платной, ну или хотя бы вот такая альтернатива будет. Что можете сказать по этому поводу? Я могу сказать вам, что у нас в 35-й статье 323-го федерального закона прописано, что вся скорая медицинская помощь, в том числе специализированная, государственными и муниципальными медицинскими учреждениями оказывается гражданам бесплатно. Это является гарантом того, что человек, позвонив по телефону 03, получит бесплатную медицинскую, скорую медицинскую помощь. То есть все будет по-прежнему бесплатно? Все будет по-прежнему, никаких изменений не планируется. Ну и слава богу, потому что ваша профессия, она нужная, действительно благородная. Я думаю, что в преддверии праздника у вас найдутся слова поздравления для ваших коллег. Конечно, я хочу поздравить всех своих коллег, и не только коллег, а наших ветеранов. А среди коллег я хочу отметить, это не только медицинские работники, но и наши водители, сотрудники администрации. У нас очень большой штат немедицинских работников, которые выполняют большой объем работы в скорой помощи. Ну и ваши слова поздравления. Хочу пожелать им здоровья и легкого труда. У нас очень много тяжелых и сложных ситуаций, но просто хочется, чтобы их у них было меньше. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова